Доброе утро! Утро со всем утром. Сейчас 8 утра с копейками. Лешер выгуливает Рекс, что сейчас он вернется и мы пойдем с ним в клинику сдавать анализ. Я, как обычно, в кавычках, восхищена тем, что эта крана встала и вообще еле проснулась. Мне еще лишь спать не давал, что-то ему снилось. В общем, дождь была хорошая. Наверное, я завтра буду отсыпаться. Я не помню, у меня есть с утра уроки завтра или нет. Может быть и нет. Буду спать до последнего. Сейчас поедем, поедем. Наезжаем сильно заранее, за два часа, и приехать минут сорок, потому что по утрам бывают пробки. Мы приедем раньше, не страшно, потому что мне нужно в две лаборатории. Я не знаю, где они находятся. Я знаю, где этот медицинский центр, но где эти две лаборатории конкретно, я не знаю. Вот. И как раз успею их найти, если приедем пораньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сдала анализы Но я сейчас бегу в Сбербург Снимать деньги с карточки Потому что по телефону мне сказали Что за 4 анализа Будет там Максимум 1600 И при этом Они мне сделали только 3 Анализа 4 Будет готов Ой, можно сдать только Во вторник четверг, а сегодня среда Тоже весело меня не предупредили И короче, у меня за 3 анализа Вкатали счет 3,5 тысячи Я с собой наличкой взяла 2 Надвигу в Сбербург Снимать деньги с карточки Ну и что? Че у них у меня? Такие, мы же вас по телефону не прижимаем Вот еще я ужасно хочу есть Так что искать Буду Потом покупать что-то Я вам покажу путь от оплаты услуг От кассы До лаборатории До свидания Субтитры сделал DimaTorzok И идем дальше В другую лабораторию Мне не сказали, не повезло Так что ура И он стоит еще 1100 рублей Слушайте, здесь просто Я завтра Алишеру отправлю забирать После завтра Забирать Этот анализа Наверное, я сейчас Зафоткаю весь свой путь К этому кабинету Чтобы потом Прислыть Алишеру подробную инструкцию Потому что, ну вы видели эти коридоры Наверное, тут потеряется А я не хочу ехать сюда Там можно анализы забрать Любое Время Через два дня Я справилась И решила не ждать анализ Сегодня пускай Алишер все в пятницу Забрет Еще часть анализа придет По имейлу В общем, я иду на вокзал Сейчас поеду И хочу заскочить Куда-нибудь перекусить Я очень холодная Надо что-то съесть У нас в городе есть система Вот таких вот велосипедов На прокат Целая куча станций Где их можно взять Но я Никогда Не каталась Ну, хотя тут на прокат Два с половиной часа Три ступень Приклее Но Маши следующим летом Он классный Я приехала раньше времени На вокзал У меня еще полчаса Я хочу купить на бюлеты Я хочу купить на бюлеты Я хочу купить на бюлеты А может живое количество Я хочу купить на бюлеты У меня давайте Маши parach lease Я сейчас зашла в окей, купила сметану и багет, буду сейчас доедать голубцы, со сметаной они очень вкусные. Я петь есть хочу, вроде еду 2 часа назад в кафешке, но это, проголодалась снова. Сейчас в магазине положила на ленту свои покупки, передо мной была какая-то женщина, и продавщица такая, ой какой ветер, и продавщица такая, я не понимаю, вы типа вместе или раздельно? Я говорю, раздельно, а она такая, ну что же вы не разделяете покупки, хотя я на расстоянии положила, я просто не стала эту перекладину класть между нами. Вот, вы все подряд ложите, я не могу понять где чье. Единственное, что я нашлась ответить, что я не ловлю, я кладу. Я шла домой. Камера вот-вот разрядится вообще полностью, но у меня на зарядке сейчас стоит телефон, потому что он умер, пока я шла домой. На улице наступил какой-то ледниковый период, я замерзла, несмотря на то, что я была в толстовке и в куртке, а потом уже застегнулась. Шла такая, очень холодный ветер, почему-то с утра было теплее, не знаю, может тоже будет. У меня там обед разогревается, и я, естественно, полезла читать ваши комментарии. Сейчас я вам отвечу. Так, так-так-так, да, у меня 13 тысяч подписчиков, я сегодня это с утра увидела, порадовала и сказала, Алишера, спасибо вам огромное, я вижу, я контролирую, я жду следующей цифры теперь, это очень круто, так много народу все время прибавляется, каждый день. Потом, что вы там еще говорите, все-таки умерла, но я ее чуть-чуть подзарядила. Так, вы еще спрашивали, что такое волчанка, ааа, я не знаю, что это. Это какое-то аутоиммунное заболевание, достаточно редкое, очень редкое, и просто в сериале «Доктор Хаус» у каждого второго пациента подозревали это заболевание. Вот, больше, ну как бы ничего смешного тут нет, просто это из серии «Ммм, у тебя странные симптомы?» Точно, наверное, у тебя волчанка, ты же с этим постоянно была, поэтому я и похихикала. Потом, да, у Олеси вчера был день рождения, и он вам об этом говорила. Я работаю учительницей немецкого, на уроках снимать не могу, на уроках я работаю. Вот, можете писать чего угодно про мои зубы, такие есть. Стану миллиардером, раскрученным ютубером, сделаю себе вставную чили за 150 тысяч долларов. А пока буду жевать этими. Потом... А, вы мне еще посоветовали фильмы? Слушайте, я смотрела «Выжившего марсианина», вот не помню, «Жизнь пить» смотрела ли я, «Дивергента» смотрела. Я очень люблю кино, я стараюсь ходить на премьеры, но вы, наверное, уже поняли, да, что достаточно часто в кино хожу, поэтому я много чего посмотрела. Сейчас буду еще искать какие-нибудь фильмы. День рождения у меня 1 июля. Это будет следующая пятница. Прямо в день рождения, не знаю, но вряд ли будет какой-то «Вау, суперпраздник», потому что потом на выходных можно будет отметить. А хотела бы я вторую собаку? На эти, наверное, нет, потому что за собакой надо ухаживать, всем нужно уделять время, и коту, и собаке. И еще малыш появится, просто будет не разорваться, потому что животное – это не то, что ты его завел там, ладно, ты его кормишь, но на Рексу, например, уходит очень много денег. Кузьма-то мало ест, а Рекса съедает там полкило еды в день. Это еще при учете того, что она на корме. Это самое экономичное. Но корм у нее очень хороший, поэтому, не знаю, там 5000 в месяц минимум, наверное, уходит на то, чтобы ее прокормить. Умножьте это на 12 месяцев, это там 120 тысяч в год как минимум, плюс всякие лекарства, еще такое, и Кузьма там, наверное, еще добавляет. Так что 1150 в год мы на животных тратим. И нет, новых животных пока нет, не будем заводить. Я очень их всех люблю, в будущем у меня еще животные потом будут, но еще прямо сейчас нет. Про срок беременности вы все время спрашиваете. У меня 18 недель. Ну, живот конкретно буду вам показывать, когда он будет как-то сильно меняться. Сейчас вы меня видите во влогах. Я снимаю себя, когда я там что-то делаю, можно увидеть, что он такой чуть-чуть выпирает. И сложно ли учить немецкий? Зависит от того, какой у вас учитель. Для меня английский был сложнее, чем немецкий. Я английский не очень люблю. Я вышла погулять с собакой. Я не знаю, во сколько вернется атлешер. У него сегодня много работы. Пока его еще дома нету. Уже 10 час. Я ему не звонила, надо позвонить. Я сижу все дома в печальном, тоскливом настроении. Мне грустно, что я одна, а не нёшенька. Еще я вот пришла домой. Наверное, 2 часа я активно занималась всякими делами полезными. А потом я страдала всякой фигмёй. Я на себя сержусь за это. Потому что, ну, у меня были там планы, чего сделать надо. Я не сделала. Такая сейчас, через полчаса. Ну, через полчаса. Ну, так не хочется. И в итоге... Ну, не люблю долго. Отложила назад. В который раз уже. И еще надо было сегодня выложить видео на Зазеркале. Я его только смонтировала. И я поставлю его на ночь выводиться. Потому что там долго будет. Ну, короче, я плохая. Ничего не сделала. Плохо себя веду. Мне это не нравится. И... Не знаю. Я только фильм посмотрела. И больше ничего такого, что-то, ну, конкретно, чем я понимаю. О, а что-то холодно на улице трясет меня. Собака, пойдем. Пошли. Ну, пошли. Пойдем, пройдемся хоть чуть-чуть еще. Ой, холодно. Реально холодно. Ладно, ребята. Уже пол-одиннадцатого. Я сейчас сделаю влог, смонтирую. Потом подготовлюсь к завтрашним ученикам. И если успею, еще смонтирую видео по-немецкому. Я сейчас одно сделала. Вот, попробую еще одно сделать. Они коротенькие там обычно по паре. Минут по две-три минуты. Ну, и животных еще надо покормить. Они тут, вон, делают вид, что они очень сильно оголотали. Хотя кое-кто там кашу не доел. Так что с голоду точно не умирает. Врет. Врет. Как-то я странно сказала это слово. На завтра я себе составила список дел, чтобы не тратить время зря. Я постараюсь его весь выполнить. Так что я буду надеяться, что завтра я буду более продуктивна, чем сегодня. Тем более, что завтра я вроде не еду на дачу. Хотя вроде я сначала собиралась, но теперь передумала и даже не могу объяснить почему. Мне еще, знаете чего, мне хочется на даче, чтобы там был Алишер. Я без него очень скучаю сейчас. Он мне действительно очень-очень нужен, чтобы он был рядом. И я за целый день успеваю безумно сошкучиться. И когда я там на даче одна, я просто изнываю, как я хочу его увидеть, обнять его вообще. Поэтому тоже нет. Не стремлюсь, не бегу. Так я не знаю. Но еще алые паруса на выходных надо обсудить. С Лишером можно погулять, ходим. Тогда точно можно оставаться. Хотя суббота будет очень жаркая. Судя по прогнозам. Или может уехать на выходных. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я девочка. Я не хочу ничего решать. Я хочу новое платье. Ой. Это моя свинирная ручка из роддома, в котором я была на экскурсии. Надеюсь, я попаду в него. И не хочу в первый метр. О нем ужасные отзывы. Все. Ладно. До новых встреч. До завтра. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч.